Историческое значение молодежи в том, что она активно выступает за развитие общества. Именно молодежь является важным условием и ключевым фактором происходящих позитивных перемен. Молодежную активность необходимо направить на благо общества. Поэтому внимание к этому важному вопросу вполне объяснимо. Обо всем этом и шла речь на второй региональной научно-практической конференции на тему молодежного парламентаризма. К участию в мероприятии были приглашены ученые, преподаватели, общественные и политические деятели, депутаты, студенты, учителя школ, педагоги дополнительного образования, представители Анапы, Геленджика, Новороссийско-Крымского, Славянского и Темрюкского районов. Региональная научно-практическая конференция под названием «Молодежный парламентаризм. Векторы регионального развития» прошла в филиале Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани. Началась она с круглого стола по теме «Конституционные реформы и право человека на образование. Возможности регулирования и реализации на уровне местного самоуправления». Разрабатывается методическое пособие по истории Малой Родины для учащихся всех уровней. В Курску Бановедене включена информация о правовой грамотности населения в органах местного самоуправления. Также продолжает разработку комплексная программа мероприятий, направленных на обеспечение предемственности молодежного самоуправления. Надеюсь, мы в этом году это все закончим. Поддержка инициативы молодежи сетких поселений тоже в ней отражена. Возобновлена практика проведения ознакомительных экскурсий в представительные органы местного самоуправления и встреч с успешными людьми района для молодежи. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева отметила, что в ходе конференции предстоит рассмотреть вопросы становления российского общества и развития парламентаризма. И главное – роли молодежи в этих процессах. Ставка делается на молодых, смелых, дерзких, но очень важно, чтобы они были не наблюдателями тех процессов, которые происходят вокруг них, а чтобы они были их активными участниками. И вот именно Европейская Архарктия 1992 года как раз и определила молодежный парламентаризм как инструмент для того, чтобы молодежь была вовлечена в эти процессы управления государством. Но ведь эти навыки, эти способности улетают не сразу. И для того, чтобы молодежь могла в этих процессах участвовать, ее надо готовить еще со школьной семьи. И этому надо уделять очень серьезное внимание. Я не буду, наверное, говорить о связи с чем, потому что мы понимаем, что пространство идеологическое, пространство, которое должно ориентировать подрастающее поколение на конкретные морально-нравственные ценности, должны быть очень четко сформулированы. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сказал, что активность молодежи возрастает. И этому нужно всемирно содействовать, если мы задумываемся о будущем. Мы, наверное, сегодня обязаны готовить нашу молодежь к работе в исполнительных и законодательных органах власти. Должны мы, взрослые, придавать важное значение воспитанию гражданской позиции, патриотизму, бережному отношению к достижениям предшествующего поколения. И желаю я сегодня всем нам, участникам, хорошей плодотворной работы, интересных выступлений, содержательных диалогов, предложений и выработки действенных решений по заданному формату. В онлайн выступлении проректора по научной работе и инновациям Кубанского госуниверситета Михаила Шарафана прозвучала удовлетворенность тем, что молодежный парламентаризм и конференция на эту тему дают возможность улучшить общение молодых людей с представителями власти. На прошлом году конференция получила, кстати, такую практикоориентированную резолюцию. Я знаю, хотел отметить, что была реализована по итогам резолюции уже в камках этого текущего года. Хотел отметить, на базе филиала были организованы курсы повышения квалификации для учителей, истории, кубана видения. Конечно, активно начал работу в филиале «Политглуб». Все эти инициативы сегодня были поддержаны и продолжают реализовываться. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко подчеркнул, что важно формировать духовно-нравственные ценности молодежи в школьных стенах. Роль школы, роль образования, она главенствующая. И вот сегодня на конференции, мы как раз уже и в теме нашей конференции, эта задача прослеживается. Мы, безусловно, понимая несколько лет назад, что, откровенно говоря, в ряде позиций испытывали дефицит в каких-то знаниях, в каких-то навыках. И вот на территории района ввели такой, ну скажем, курс правовой грамотности, потому что понимали, что наши дети несовершеннолетние многого не знают, родители многого не знают, даже больше не сколько дети, да, сколько родителей. Вот наша была задача, чтобы через детей родителям донести основы действия нашего правового государства, каких-то основных элементов включения в политическую жизнь нашего района, прежде всего, да, ну и в целом нашего государства. И сегодня, вот благодаря позиции, которые Министерством просвещения Российской Федерации уже активно внедряются в нашу образовательную программу, мы с Елена и Елена обсуждали, на каждом уроке теперь должен быть элемент политики, на каждом уроке. О необходимости и важности исторического просвещения и воспитания юношества, начиная с первого класса, говорила в своем выступлении начальник управления образования Славянского района Елена Щурова. Самая главная задача, на что сейчас нацелено историческое воспитание, и в первых классах, и в десятых, и в одиннадцах, это, безусловно, не просто изучение истории, а воспитательный компонент через историческую составляющую. Могу громко сказать, да, что формировать гражданственно ответственную личность без опоры на свои исполно-русские традиции невозможно. Именно поэтому все историческое воспитание, историческое просвещение сейчас заточено на то, чтобы каждый ребенок от малого до велика понимал свою роль в обществе и оценивал наше наследие как целое нас. Соответственно, вот на эти все процессы и настроена наша деятельность. Далее участники конференции прослушали доклады руководителей каждой секции и приняли активное участие в обсуждении ряда актуальных тем. Речь, в частности, шла о молодежном парламентаризме, как в форме реализации прав граждан и консолидации российского общества в условиях новой политической реальности. Для студенческой молодежи участие в конференции было интересным и очень полезным. Они в жизни видят, что им открыты все дороги. Помимо того, что мы являемся волонтерами в выборах и сами уже голосуем, и на базе вуза тоже Совета студенческого самоуправления, на самом деле избирается. Почему? Мы считаем, что важно ходить на выборы, и сами часто агитируем и вторые, и первые курсы. Ходить на выборы, помогать в выборах, понимать, как все устроено, чтобы видеть честность проведения выборов, чтобы можно было повлиять на решения, которые по итогу могут изменить всю нашу жизнь. Так же само, как и выборы председателя студенческого самоуправления, то есть меня тоже наши студенты участвовали, подсчитывали голоса студентов из каждого факультета, чтобы выборы прошли максимально честно. В ходе обсуждения были выработаны практические рекомендации, по итогам принята резолюция. Научно-практическая конференция еще раз подтвердила свой авторитет площадки для представления и апробации научных и практических разработок, обмена опытом, знаниями и практиками по вопросам развития молодежного парламентаризма. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok